11 и 12 февраля в Свято-Успенском кафедральном соборе города Героя Новороссийска будет находиться необычная древняя святыня Фёдоровская икона Божьей Матери. Лик Богородицы прибудет на Новороссийскую землю из Костромы, чтобы православные верующие смогли приложиться к святыне и попросить о самом сокровенном. Февраль 2015 года войдет в историю Новороссийской епархии, как время пребывания на южной земле Фёдоровской иконы Божьей Матери. Этот лик, почитаемая в Русской Православной Церкви чудотворная икона Богородицы, хранящаяся в Богоявленском соборе города Костромы. Известность этой святыне принесли события начала 17 века. 14 марта 1613 года в Ипатьевском монастыре Феодоровская икона Божьей Матери оказалась в центре важнейших исторически значимых для отчизны событий – призвания в цари русского боярина Михаила Романова и окончания смуты. Костромская чудотворная икона стала покровительницей дома Романовых. Феодоровская икона Божьей Матери известна тем, что ею князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына Александра Невского на брак. Она также известна как покровительница дома Романовых. И в 1613 году перед этой иконой к ней Михаил Феодорович Романов зашел на трон, появилась новая династия русских царей и императоров. Перед ней молятся о семейном благополучии, о детях, воспитании детей. Конечно, пребывание иконы в пределах нашей епархии – это значимое событие. Планируется посещение множества народу для поклонения этой святыне. В 1256 году икону обрели жители Костромы во главе с князем Василием Ярославичем, младшим братом благоверного великого князя Александра Невского. С тех пор чудотворная Фёдоровская икона Божьей Матери почитается православным народом, как покровительница семейного благополучия, рождения и воспитания детей. К святыне обращаются верующие. Лик Богородицы помогает страждущим избавляться от недугов. По благословлению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, святыня пробудет в Свято-Успенском кафедральном соборе города Новороссийска 11 и 12 февраля. Храм будет открыт для прихожан до 22 часов.